В эфире телеканала Бобруськ 360. Итоги недели. В студии Вадим Киреев. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. Сейчас коротко о главных темах этой недели. Ежедневно на пульсе города Бобруйский автобусный парк номер 2 на протяжении 60 лет живет заботой о пассажирах. Важен каждый горожанин. Руководство Бобруйска поддержало благотворительное движение. Для удобства граждан электронные жировки набирают все большую популярность. Чтобы не было беды, в стране проходит профилактическая акция за безопасность вместе. Люди, которые объединяют между собой города и страны. День автомобилиста и дорожника отмечают в Беларуси. Айкидо как стиль жизни. Бобруйчанин Павел Подзоров получил мастер-класс от легендарного Стивена Сигала. Я будущий избиратель. В Бобруйске прошли очередные занятия в школе активного гражданина. В рамках информационно-образовательного проекта молодежь города встретилась с представителями местного совета депутатов и министров образования. Главной темой встречи стали предстоящие выборы в палату представителей национального собрания Беларуси. Общение с депутатами и чиновниками стало доброй традицией для молодежи в рамках проекта «Шаг». На неделе в 34-й школе учащиеся общались в формате открытого диалога с начальником Главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуардом Томильчиком. Главной темой занятия школы активного гражданина стала политическая грамотность будущих избирателей. Чтобы молодежь знала о тех событиях, которые происходят в Республике Беларусь, что, как, чтобы она умела не только получать эту информацию, но и размышлять над ней и делать какие-то выводы. Это основная задача. Эти встречи, они важны для, в первую очередь, для меня как председателя, чтобы понимать, какие болезненные вопросы сегодня есть в молодежной среде. А для молодежи, безусловно, они, наверное, важны в первую очередь тем, что есть непосредственно напрямую возможность пообщаться с председателем городского совета депутатов. В преддверии такой политической кампании, как выборы, это очень важно и актуально. Молодежь должна быть подкована, она должна знать политическое устройство своего государства и активно принимать участие не только, ну скажем так, в избирательном, в избирательной кампании, но и вообще в политической жизни государства. Еще одна встреча прошла в первой гимназии. Здесь учащиеся пообщались с представителем Бобруйского городского совета депутатов Михаилом Желудовым и его заместителем Верой Широкой. Гости рассказали о деятельности местного самоуправления и его перспективных направлениях, одной из которых – работа молодежного парламента. С заботой о пассажирах – это не просто слова, это смысл работы Бобруйского автобусного парка номер два. Здесь трудятся кондукторы, диспетчеры, контролеры, механики и водители. К своему 60-летнему юбилею парк подошел с внушительными показателями. Он неоднократно признавался лучшим автоперевозчиком в области. Это, конечно, заслуга профессионалов своего дела. Плюс ежегодно обновляется техника, что напрямую связано с комфортом бобруйчан. Максим Кембель о тех, кто доставляет с пункта А в пункт Б. Виталий Танкович с детства мечтал стать водителем. Его желание осуществилось уже три года. Мужчина доставляет пассажиров из авиагородка в микрорайон Западный. Несмотря на ранний подъем в 4.30 утра, свой маршрут 8А признается очень любит, так и своего железного помощника. Впрочем, с транспортными средствами Виталий Танкович знаком давно. Начинал с трактора, потом работал водителем в школе. Надежный тыл помогает справиться со всеми проблемами, как на дороге, так и в жизни. Ну, жена меня, если честно, поддерживает во всем. Она не обижается. Если прихожу поздно, уставшая, она ничего тоже как бы не требует, не задает лишних вопросов. Она меня в работе поддерживает, она молодец. Разные люди каждый день. Разное знакомство, кондукторы, все это как-то приятно. Люди тебя ждут, когда подберешь, он бегит или опаздывает, он тебя благодарит, приятно. 530 сотрудников и 437 километров в городской маршрутной сети. В среднем более 80 тысяч человек ежедневно перевозят транспорт автобусного парка номер 2. А всего с начала года, только вслушайтесь в эти цифры, услугами автобусников воспользовались более 22,5 миллионов пассажиров. Предприятие обладает внушительным техническим потенциалом. 151 комфортабельный автобус от 105 МАЗа до суперсовременного 251. По результатам работы хочу сказать, что в принципе отработали неплохо. Жалоб, нареканий серьезных со стороны наших пассажиров нет. Я вот как руководитель хочу сказать, несовестно сегодня глядясь в глаза и заказчику перевозок в лице городского исполнительного комитета, жителям и гостям города Бобруйска. Забота о пассажирах. Быстро, комфортно и всегда вовремя. Кондукторы, диспетчеры, механики и водители. Все работники автобусного парка отмечают. Они работают для комфорта пассажиров. Мы спросили у бавручан о качестве перевозок. Если ты едешь уставшая с работы, он приехал, ты села, вообще прекрасно. Да везет. Все чисто вовремя, все приезжает. Ну я на восьмерке езжу. Восьмерка ездит очень по часам. Плюс минус пять минут, да, по времени. Как бы претензий к восьмерке нету никаких. 46 городских, 28 пригородных, 7 междугородных и один международный. Только за 9 месяцев 2019 года автобусы накатали почти 6 миллионов километров. А это значит, что второй автобусный парк пользуется популярностью. Это и неудивительно. Ведь тут трудятся профессионалы своего дела. Накануне Дня автомобилиста работников автобусного парка поздравляли и благодарили за их нелегкий труд. Наш герой в числе лучших. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. Благотворительная организация «Справедливая помощь» уже два с половиной года печется о тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Помогает едой и одеждой. Однако, по иронии судьбы, активисты сами оказались в не лучшем положении. Накопился долг за аренду и появились проблемы с продуктами питания для нуждающихся. Тогда волонтеры лично обратились к мэру города Александру Студневу. О том, как решаются проблемы на местах, смотрите далее. Еще недавно волонтеры «Справедливой помощи» были вынуждены ютиться в небольшом помещении на Карла Липнихта. Более того, за два с половиной года в организации накопилась немалая сумма долга за аренду. Собственных средств не хватало и на покупку еды для бездомных. Тогда активисты бросили клич. Вопрос с продуктами мало-помалу решился. Однако, круглая сумма задолженности никуда не исчезла. Тогда директор Максим Черняк лично обратился к мэру города Александру Студневу. Благодаря Александру Викторовичу, его стараниям был снижен коэффициент аренды. То есть, теперь одно из вторых помещений, которое было выделено в этом году, арендой услуги, оно уже, коэффициент на него снижен. Значит, это тоже было очень таким большим и значимым проектом, осуществлением проекта, потому что в том помещении мы сможем перебирать одежду. Вещи, что приносят неравнодушные, после сортировки попадают в руки людей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И речь идет не только о бездомных. За время существования организации за помощью сюда обратилось около 400 человек. Среди них разные категории граждан. Теперь, благодаря тому, что вопрос решился, появились лучшие условия. В настоящее время по поручению председателя Бобруйского госполкома в студии Александра Викторовича проводится ремонт в данном помещении и условия установки санитарно-технических приборов. Это умывальник, это помещение для мойки посуды. Эдуард Бубнов в прошлом электрогазосварщик. Кажется, еще и 10 лет назад мужчина жил привычной для всех жизнью семья, работа, дом. Но сегодня в списке обыденных вещей, к сожалению, не осталось ни одного пункта. На пропитание человек с непростой судьбой зарабатывает, как может. Благо, есть те, кому не все равно. Обед два раза в неделю Эдуарду обеспечен. Бутылки собираю, бумагу, где железо попадется, вот так и зарабатываю. Где хлеба куплю, где не куплю, а где найду. Женщина тут вот недалеко живет, это Катя, она мне помогает. То варенье даст, то конфет, ну такого всего. По средам и субботам справедливой помощи находят поддержку люди совершенно разного возраста и положения в обществе. Кто-то из постояльцев приходит поесть, потому что голоден, а кто-то просто поделится свежими новостями, ведь больше не с кем. Немаловажно, что о непростых судьбах людей задумывается общественность, а как в случае со справедливой помощью, еще и помогает. Мария Бересневич, Максим Галеонко. Итоги недели. Какие успехи у белорусских производителей рыбы в Поднебесной? Почему некоторые лекарственные препараты могут исчезнуть с аптечных полок? И в чем Беларусь получила статус лидера? Об этом и других актуальных новостях недели расскажем далее. Беларусь стала одним из лидеров стран Восточной Европы и СНГ по экспорту софта. Об этом заявил премьер-министр. Сергей Румас напомнил, что Белорусский парк высоких технологий получил мощный импульс к развитию буквально два года назад, когда в 2017-м президент подписал декрет о цифровой экономике. С тех пор ежегодно общая выручка и экспорт парка растет на 30-40% в год. В частности, ожидается, что в 2019-м объем экспорта составит около 2 миллиардов долларов. В стране на общественное обсуждение вынесен проект новой редакции перечня лекарственных препаратов белорусского и российского производства, которые есть в наличии во всех аптеках. Из списка исключено 18 позиций. Это медикаменты, которые имеют низкий спрос, сняты с производства или нарабатываются только одним производителем, а также при отгрузке которых на протяжении года были постоянные перебои. Кроме того, в список добавлены востребованные лекарственные средства, 30 позиций. Свои замечания и предложения по проекту постановления можно высказать специальной теме на правовом форуме Беларуси до 2 ноября. Отечественные предприятия смогут поставлять в КНР приготовленную и консервированную рыбу. Китай аккредитовал 7 белорусских производителей. Некоторые компании уже поставляют поднебесную молочную продукцию, говядину и мясо птицы. Также ведется работа по открытию для китайского рынка наших овощей, фруктов, муки и меда. По прогнозам, объем белорусского экспорта в Китай к 2025 году может составить порядка 5 миллиардов долларов. ГАИ рекомендует готовить транспорт к зимнему автосезону заранее. Несмотря на теплую для октября погоду, до наступления холодов остается не так уж много времени. Своевременная замена шин, заливка зимнего сорта, масла и антифриза. Эта безопасность на дороге предупреждает госавтоинспекция. По закону, летние покрышки на зимние надо менять с 1 декабря. Готовы к зиме и нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси. Они приступили к выпуску низкотемпературных видов горючего. Зимнее дистопливо поступает на автозаправки. Полная замена произойдет к началу ноября. Не выходя из дома, бобручане могут заказать извещение об оплате жилищно-коммунальных услуг в электронном виде, воспользовавшись сайтом расчетно-вычислительного центра. Это сделано для удобства граждан, которые могут получать квитанции о начислениях раньше обычного. Людмила Любимцева узнавала, как перейти на цифровые платежи. С бумажными извещениями суммой за коммуналку знаком, пожалуй, каждый. Жировки появляются в почтовых ящиках горожан примерно в середине месяца. Там указано, сколько необходимо заплатить за подогрев воды, капитальный ремонт, отопление, вывоз мусора и другие услуги. Так вот, сегодня в личном кабинете ЕРИП можно перейти на электронные извещения, которые будут приходить на имейл, минуя обычный почтовый ящик. Для получения и оформления заявления надо просто обратиться в расчетно-вычислительный центр к специалистам на окошке и оформить заявление на клонную почту. Написать заявление может только собственник жилого помещения или наниматель. Заявку можно оставить прямо на сайте расчетно-вычислительного центра электронная. Она тоже приходит к нам, мы ее обрабатываем и добавляем. После рассмотрения заявки ориентировочно в течение трех дней на электронную почту, указанную при регистрации, придет сообщение о результатах. Статус заявки также можно отслеживать в личном кабинете. Рассылка извещений будет производиться на имейл автоматически после окончания начислений за отчетный период. Преимущество электронных извещений в том, что находясь в любой точке мира, вы можете получить это извещение. Также быстрее оно приходит, чем бумажный носитель, и уже на почте, и оно даже не теряется в электронных ящиках. В Бобруйске сегодня возможностью получения электронных извещений об оплате коммунальных услуг вместо бумажных пользуются приблизительно полторы тысячи горожан. Причем спрос на такие жировки растет постоянно. В день специалисты расчетно-вычислительного центра обрабатывают три десятка заявок. Людмила Любимцева, Андрей Богдан. Итоги недели. В Беларуси проходит акция «За безопасность вместе». Сотрудники МЧС напоминают, как избежать экстренных ситуаций. В отопительный сезон, когда риск возникновения возгораний возрастает, спасатели в первую очередь проверяют состояние печи и электрооборудования, а также исправность пожарной сигнализации. Посещают прежде всего неблагополучные семьи. С начала года только в Бобруйске произошло 102 пожара. В них погибли 6 человек. Совместный рейд спасателей и сотрудников электросети пришелся на улицы Комсомольскую, Энгельса, Карла Липнихта и Гоголя. В последней, в доме 1Б, специалисты давно отключили электроэнергию за неоплату. Сейчас важно узнать, не подключили ли жильцы свет самостоятельно. Проверяем на наличие пломб, напряжение на приборе учета, если таковое есть, если нет, напряжение на приборе учета. Смотрим подвод проводов от столба, то есть от опоры до ввода или же до изоляторов на фронтоне ввода. Все это фиксируем, по возможности, если есть возможность, сфотографируем, указываем всю информацию в наряд заданий. Тем временем сотрудники МЧС проверяют пожарную безопасность, исправность печи, наличие извещателя и соблюдение элементарных правил. Об опасности курения в доме жильцы, похоже, слышали не раз. Однако реакция на рекомендации огнеборцев не самая положительная. Мол, ничего не нарушаем, а жилище и вовсе не наше. Подруга попросила присмотреть за собакой, а света здесь нет. Как вы будете топиться? Скоро топительный сезон. Каким образом вы будете топиться? Молча, вывезу дрова. Дрова, вы приготовили дрова? Сегодня в списке рейдовой группы 12 домов. Накануне сотрудники электросетей за день составили 6 актов. Только в Ленинском районе по меньшей мере 460 жилищ, которые находятся на контроле специалистов. Это те, кто задолжал государству или вовсе не пользуются современными благами. Как показывает практика, именно граждане, которые, собственно, являются долгое время должниками либо отключенными от электрической сети, скажем так, проживают не самым благополучным образом. А мы знаем, что статистика по пожарам говорит о том, что именно неблагополучные граждане, попадая в чрезвычайные ситуации, происходят у них чаще всего пожары. В Бобруйской с начала года произошло 102 пожара. На них погибло 6 человек. По-прежнему формула выпил, закурил и лег в постель в топе причин возгораний. Во время республиканской акции «За безопасность вместе» спасатели делают акцент на все то, чего зависит человеческая жизнь. Мария Бересневич, Андрей Богдан. Итоги недели. Мы продолжаем наш выпуск. День автомобилиста и дорожник отмечают в Беларуси. Первые связывают между собой города и страны. Вторые делают все, чтобы передвигаться по дорогам было быстро и удобно. Праздник отмечают с 1980 года. Автомобиль для многих уже стал незаменимым средством передвижения. И с каждым годом машин становится все больше. Поздравления в этот день принимают и тысячи людей в погонах. В любую погоду машины с особыми номерами обеспечивают работу огромного военного механизма. Они знают колесную формулу успеха в бою и на марше. О тех, кого не страшит ни дождь, ни слякоть, а звук мотора сродни музыке души. Максим Кембель. Зилы, Мазы, Волоты. Военная автомобильная техника, составляющая почти всех комплексов вооружения. Не случайно водитель одна из самых массовых специальностей в армии. Любая армия эффективна лишь на высоких скоростях. Ведь конфликты не стартуют с первой передачи. А поэтому стиль работы военных автомобилистов чрезвычайно энергичен. Особенно если речь идет о технике, которая отвечает за противовоздушную оборону. Марши, маневры и внезапные проверки. Их интенсивность не дает остыть двигателям. Каждый из них хорошо знаком специалистам. Это в полной мере показали учения Читсоюза-2019, когда войска за сотни километров от Белоруссии действовали на своих колесах. Ежегодно вооруженные силы поступают и новые образцы автомобилей, предназначенные для выполнения специальных задач. В том числе транспортировки различного оборудования, техники и грузов. В войсках говорят, новинкам отечественного автопрома дороги не нужны. Достаточно направлений. Одним из самых надежных является зенитно-ракетный комплекс «Оса», который стоит на вооружении в 147-м зенитном ракетном полку. Эта боевая машина полностью автономна, то есть способна самостоятельно обнаруживать, распознавать и самое главное уничтожать воздушные объекты в любых погодных условиях. От такой осы проблематично увернуться. Облеченная в сталь машина – одна из немногих систем, способная поразить цель на предельно малых высотах. Об этом и о многом другом, а точнее, обо всех нюансах этого вида вооружения, знает Сергей Бакиров. 22-летний молодой человек уже больше года служит в армии. И очень гордится, что именно ему доверили управлять такой боевой мощью. Помню, как первый раз сел за руль этой боевой машины, помню, какая ответственность легла на мои плечи. Когда я сажусь за руль боевой машины, я чувствую сопричастность к такому большому механизму, как армия. Ассаня единожды доказывала свою профпригодность на учениях самого разного масштаба. Сергей признается, что машина проста в управлении, легко маневрирует по бездорожью и самое главное – способна точно в строк подвигаться в районы выполнения задач. За высокой готовностью автомобильных подразделений налаженной системой технического обслуживания труд тысяч автомобилистов. И одно общее дело – обеспечение функционирования масштабного, в том числе с точки зрения транспортной логистики, организма армии. И все же, как бы хороша ни была машина прошлого или будущего, без человека она останется просто металлом. Именно водитель вдыхает в него жизнь, отвечая за технику людей и буквально за скорость выполнения задач. Как ни крути, автомобилист всегда рулевой в армии. Максим Кембель, Андрей Богдан. Итоги недели. На татаме с легендой бобруйчанин Павел Подзоров принял участие в Международном фестивале боевых искусств и получил мастер-класс от знаменитого Стивена Сигала, обладателя седьмого дана Айкидо. А еще ему посчастливилось побывать в роли судьи и на первом международном турнире. О спортивном пути длиной в четверть века расскажет Людмила Любимцева. Вот уже 25 лет бобруйчанин Павел Подзоров занимается искусством мирного боя. Четверть века назад он пришел в зал посмотреть, что же такое Айкидо, и попробовать себя в нем. В итоге увлекся им не на шутку. Сегодня для него это образ и стиль жизни. Это больше, чем простые тренировочные занятия. Это мировоззрение, отношение к жизни, к окружающему миру. И если кратко, то скажу, что для меня это стиль жизни. И, как говорят на Востоке, это мой путь. Это боевое искусство представляет собой синтез древних техник самообороны и борьбы в сочетании с философией, гармонией духа. На протяжении многих лет Павел оттачивает свое мастерство. Он обладатель черного пояса, третьего дана. Для повышения уровня наш земляк регулярно участвует в различных семинарах под руководством мастеров мировой величины. Он неотъемлемым атрибутом повышения. Мастерство, повышение своего уровня – это посещение различных семинаров, в том числе международных, под руководством мастеров различных из разных стран. Это позволяет под иным углом взглянуть на одну и ту же технику, позволяет развиваться и дает определенный паучок к дальнейшему развитию. Ну и, естественно, самое главное – это регулярные тренировки. Павел Подзоров – участник международных фестивалей боевых искусств, очередной из которых проходил совсем недавно в Москве. В грандиозном мероприятии приняли участие более сотни практиков из 17 стран мира, в том числе мастер смешанных единоборств Александр Емельяненко. Бавруйчанину довелось поработать на одном татаме со Стивеном Сигалом, непревзойденным гуру, обладателем седьмого дана Айкидо, американским актером и музыкантом, а также с другими виртуозами боевых искусств. Приятно было то, что общение – это очень простые, общительные люди. От каждого можно чему-то научиться и подчеркнуть. К слову, там же в Москве прошел и первый международный турнир по Айкидо, в котором Павел выступил в качестве судьи. Для него подобные семинары – это способ совершенствования, тот стимул, который помогает двигаться вперед. Само же Айкидо гораздо больше, чем физическое развитие. Это его мировоззрение и отношение к окружающему миру и к жизни. Людмила Любимцева, Максим Галенка. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. С вами был Вадим Киреев. Увидимся в следующее воскресенье в 20.30. До встречи и хорошей трудовой недели.